Эстафету единого госэкзамена в этом году открывают география и литературу. Эти предметы в регионе выбрали около полутора тысяч школьников. И пусть большой популярностью эти дисциплины не пользуются, но для организаторов это хорошая возможность обкатать все процедуры проведения ЕГЭ. Тему продолжит Александр Попов. В 186-й школе сдают географию школьников на экзамене очень мало, так как можно по пальцам пересчитать вузы, где результаты по этой дисциплине засчитываются как вступительные. Я люблю учителя по географии, решил выбрать ее предмет. Сходить посмотреть, как вообще экзамены проходят. А почему именно география? Ну, потому что она раньше всех как бы была. Сильного волнения незаметно. Ни мы первые, ни мы последние, рассуждают ребята. Ведь практике ЕГЭ в России уже почти 20 лет. Главное не бояться. Страх вот он просто перекрывает все дороги в жизни. Если ты боишься сдавать экзамен, ты не сдашь экзамен. Если ты боишься нести шпаргалку, ты ее не пронесешь. Если ты боишься сделать шаг, ты его не сделаешь. Поэтому нужно просто делать. Учителя с 7 часов готовят классы перед ответственным моментом завершающий обход. Обязаны осмотреть помещение. Во-первых, подготовку самих аудиторий. Я напомню, что сегодня литература и география. Как правило, в кабинетах стенды висят, карты. А мы сегодня должны все это закрыть. Остальные классы запечатывают. В коридорах занимают места дежурные. Правила строгие. Допускается на экзамен лишь несколько вещей, кроме ручки и воды. Это линейка, которая проходит тщательный осмотр, транспортир, калькулятор, только непрограммируемый. И так как организаторы не имеют права смотреть, есть интернет или нет, оставляются исключительно механические часы. У школьников сейчас популярны часы с выходом в интернет. Но с ними не пустят класс наблюдатели. Мы в этом году проводим государственную итоговую аттестацию со стопроцентным видеонаблюдением. То есть у нас во всех пунктах проведения экзаменов стационарных стоит видеонаблюдение. В этом году мы полностью печатаем кимы, а также отправляем итоговые работы ребят в РИЦ в стопроцентном объеме. И также мы в этом году стартуем, как и в прошлые годы, в принципе, с ситуационным информационным центром. Все 200 наблюдателей регионального центра прошли обучение, тестирование и готовы к любым неожиданностям. Нарушения, они достаточно видимые. Сразу достают телефон или очень аккуратно смотрят на преподавателя, потом в камеру. И как-то может быть из рукава достаются в прогалку, например. И даже если не заметили сейчас, расслабляться не стоит целый год, запись будет в открытом доступе. 1 марта 2020 года можно будет просмотреть видеозаписи текущего года. Соответственно, если будет найдено нарушение, запрещенные материалы, допустим, шпаргалки у какого-то ученика, либо же будет телефон обнаружен, соответственно, даже если он будет уже зачислен в организации высшего образования, он будет отчислен и его результаты будут аннулированы. Со следующего года раз и навсегда закроется и другая вероятная лазейка. Так называемые кимы. Вопросы и ответы школы будут получать через защищенные каналы сети интернет в режиме реального времени. А в 2022 году уже школьников ждет нововведения. К обязательному русскому и математике добавится иностранный язык. Александр Попов, Артем Валевич, Новости ОТС.